Партнер программы. Сеть магазинов «Абсолют». В эфире первоальтернативного информационный выпуск. О том, как прошел этот день, расскажу вам я, Александр Иванчиков. Главные темы – вторника. Дымовая завеса усиливается. Советы врачей о том, как обезопасить себя во время смога. Бьют во все колокола. Жители Бурятии не на шутку обеспокоены разрастанием спирогиры на Байкальском прибрежье. Фонд региональных сказок. Есть ли смысл в деятельности Фонда регионального развития? «Спасайся, кто может» – ситуация с задымлением, которая вот уже несколько дней наблюдается в Улан-Удэ, беспокоит жителей. О том, как уберечь себя и своих близких от едкого дыма, как правильно проветривать помещение и почему нельзя гулять с детьми в такую погоду, узнавала наша съемочная группа. Улан-Удэ снова накрыло дымом от лесных пожаров. Чтобы обезопасить себя от едкого смога, медики просят соблюдать несколько простых правил, которые помогут перенести задымление без последствий. К примеру, контактные линзы в дымную погоду лучше не носить. От этого может пострадать оболочка глаза. «Необходимо, конечно, пить побольше воды. Чистой, минеральной, кипяченой воды до двух литров в сутки. Также можно принимать молоко, можно применять овощные отвары, чтобы организм человека не испытывал обезвоживание. В период наибольшего задымления ограничить выход на улицу. Ну, либо же использовать пятислойные марлевые салфетки, которые необходимо каждые два часа стирать». Помещение необходимо чаще увлажнять, вывешивать на окна и двери мокрые полотенца и простыни. С кондиционерами и вентиляторами нужно быть аккуратнее. Есть вероятность заболеть пневмонией. Физических нагрузок медики рекомендуют избегать, а малышам лучше не гулять на улице, чтобы избежать нехватки кислорода. «Последствия могут быть в виде обострения хронических заболеваний, либо проявления, такие могут быть, как головокружение, головные боли, тошнота, рвота». По словам специалистов, пока пострадавших от задымления в больницах города нет. Мы вышли на улицу Улан-Удэ и узнали, как жители спасаются от дыма. «Тяжело, конечно, и потому что даже вечером не откроешь окно. Трудно дышать. Нас спасает только то, что мы выезжаем на речку раз в неделю хоть. И вот и дома, и душ, как-то стараюсь сильно много не ходить». «На улицу не выхожу, в основном дома сижу. Все там, как компьютерная жизнь. Ну а так, ну надо как-то бороться все равно». «У нас во дворе не дымно, так что мы выходим и играем. Не дымно, потому что мы руками махаем, дым разгоняем, бегаем. Тем более я катаюсь на моем велике». Юлиана Дворникова, Юрий Шабаганов, первая альтернативная. И вновь о Байкале. В Бурятии пройдут общественные слушания по проекту монгольских ГЭС. Напомню, соседнее государство собирается построить целый энергетический комплекс на Селенге и ее притоках. Слушания пройдут в ряде населенных пунктов Бурятии. В них примут участие представители Всемирного банка, экологи и общественники. Результаты открытого обсуждения и мнения экспертов будут учитываться при принятии окончательного решения по вопросу практической реализации монгольской программы «Использование гидроресурсов реки Селенга для покрытия энергодефицита страны». Глава МИД России Сергей Лавров направил главе Бурятии Вячеславу Наговицыну письмо за оказанием содействия в подготовке и проведении слушаний. Точная дата проведения пока не сообщается. Тем временем Спирагира заполонила даже интернет. Посетители популярного сообщества ВКонтакте «Аноним-03» обеспокоены разрастанием водорослей на Байкале. В группе постоянно выкладывают фото и видео с побережья озера. На снимках видны все масштабы катастрофы. Тему продолжит Галина Соболева. Жители Бурятии бьют тревогу. Спирагира разрастается по всему Байкалу. «Аноним-03» кишит фотографиями опасные водоросли. Байкал, село Дулан, залив провал. Ровно неделю назад вода здесь была чистой. Спирагира, люди, Байкал гибнет, Севербайкальск. Село сухая, Спирагира по всему берегу. Из-за погнили невозможный. «Ну вот все омрачает Спирагира. Точнее, даже не Спирагира, а ее производные. Весь берег, абсолютно весь, теперь покрыт какой-то зеленой, мутной, стиной, которая больше похожа, я даже не знаю, на какие-то канализационные сливы, что ли». Не так давно ученые обратили внимание, что нитчатые водоросли появились не только в Байкале, но и в озере Гусином. Эти видео сняты над нежем чужины Бурятии. Похожи на кадры из фильмов об экологической катастрофе. «И развивается на достаточно больших глубинах и в массовом количестве. И здесь, возможно, это связано с тем, что последние годы, как вы сами знаете, они являлись очень теплыми, жаркими, можно так сказать, и штилевыми в отношении погоды. Вот эта вот жаркая, штилевая погода приводит к развитию как раз вот этих нитчатых водорослей». В нашу редакцию с жалобами на состояние Байкальского прибрежья обращаются отдыхающие. Неспокойство вызывает не только наличие водоросли на мелководье, но и ужасный запах. «Проходишь от турбазы ДГУ и от колоса, спускаешься вдоль побережья, начинаешь идти. И в начале пути там есть такой заливчик, типа «Атендикс», где спироги раскапливаются вообще сильно, прямо как тина, зеленая такая. Ну, вонь такая, понимаете, вот как на стеколке очистными воняет, вот примерно такая же вонь стоит от этих спирогирей». «При высоких температурах и при достаточной влажности они начинают разлагаться, гнить, потому что это неестественное для них средообитание, и они начинают разлагаться, гнить. Естественно, процессы гниения идут с выделением различных запахов гниения и прочее, прочее. То, на что, скорее всего, местные жители и обратили внимание». Такая же ситуация сложилась и с иркутской стороны. В соседнем регионе со спирогирой борются волонтеры. Тем временем Всемирный фонд дикой природы включил озеро в список 10 объектов в России, которым грозит исчезновение в ближайшее время. Подчеркиваю, по вине человека. Галина Соболева, Александр Лупсанов, Первая альтернативная. И к другим новостям. В лучших традициях незабвенного Остапа Бендер-Бея. Так прокомментировал работу Фонда регионального развития экономист Алдар Бадмаев. Очередной бизнес-проект, привлеченный фондом, откладывается на пару лет. Как сообщает Новая Бурятия, пекинская международная торговая компания «Дзинбэй Юань» перенесла открытие производства порозливо-байкальской воды в поселке Выдрино Кабанского района Бурятий на 2018 год. И так, в общем-то, всегда. Несколько месяцев назад депутаты Народного хурала заслушали оптимистичный доклад директора фонда Анатолия Думного. В конце января он же отвечал и на вопросы нашего канала. С тех пор мало что поменялось. Фонд регионального развития, он создан для того, чтобы работать с инвесторами, привлекать инвестиции и сопровождать проекты в формате одного окна. То есть это чистая деятельность по организации привлечения инвестиций, помощи инвесторам, продвижению инвестиционных проектов и предложению Республики Бурятия. Однако на деле все предложения сводятся к так называемым соглашениям о намерениях, которые не имеют под собой никакой юридической силы. До 2015 года на содержание фонда потратили 56 миллионов рублей, а доход от его деятельности 60 миллионов. Итого за три года Бурятия заработала 4 миллиона рублей. Условия, когда, грубо говоря, экономика болеет, когда у нас не хватает рабочих мест, когда у нас каждый рубль инвестиций на счету, в этих условиях, понимаете, люди, которые призваны лечить экономику, они занимаются непонятно чем вообще. То есть занимаются показухой, грубо говоря, очковтирательством. У нас удалось продать один объект, но, к сожалению, тот период, когда непосредственно дорогие уже у нас и были, были организованы, проводились, это, конечно, был не самый удачный период для того, чтобы это делать, потому что самое лучшее время, конечно, мы упустили. Мы видим, что реальная эффективность подобного рода фондов, она, на самом деле, близка к нулю, даже скорее, в общем-то, она отрицательна, потому что люди не просто они тратят деньги. Если бы они просто тратили деньги, сидели за дно, они, на самом деле, понимаете, заводят нас в тупик, на самом деле ничего не происходит, в общем-то, и ничего не может произойти, почему? Потому что, прежде всего, во-первых, люди там не те, это просто чиновники, причем наиболее удобные чиновники, во-вторых, методики организации там совершенно, в общем-то, неправильные. Накануне на сайте «Новой Бурятии» опубликовали статью под названием «Фонд региональных сказок», и сразу же появилось несколько разгромных комментариев. «На фейсбуке, да, комментарий, контора «Рога и копыта» в лучших традициях». «Остапа Бендербея, да, я не отказываюсь от данной фразы, почему? Потому что она сама напрашивалась, собственно говоря, после прочтения данной статьи». Тем временем директор той самой конторы Анатолий Думнов находится в отпуске и недоступен для комментариев. К другим темам. Студенты скандального факультета БГСХ срочно переводятся в другие вузы. Такие заголовки стали появляться в местных СМИ. Напомню, экономический факультет Академии лишился аккредитации. Выпускникам пришлось сдавать экзамены в других вузах, чтобы получить диплом государственного образца. Сейчас СМИ заговорили о массовом побеге студентов в другие университеты, в частности в БГУ. Однако руководство вуза придерживается немного другой позиции. Что происходит за дверью Академии, разбиралась Галина Соболева. Зависшие, скандальные и другие эпитеты появились в СМИ в отношении экономического факультета Сельхозакадемии. Студенты выпускного курса все-таки получили свои дипломы, однако шумиха в прессе продолжается. Накануне стали появляться сообщения о массовом побеге студентов. Сейчас решаются вопросы о переводе еще 200 студентов факультета экономики в БГУ, где они смогут продолжить обучение. При этом в Академии рассчитывают на то, что университет примет и профессорско-преподавательский состав, так как на возврат аккредитации в Академии не надеются. Однако ректор Академии Иван Калашников сообщил, что студенты вовсе не бегут из вуза. Пока на ректорский стол легли только два заявления о переводе. Студенты, пока обучающиеся на первом, на втором и третьем курсах, они никуда не переводятся. Они как обучались, нам никто не... Аккредитация, решение аккредитации, оно не предусматривает запрет обучения. Мы обучение как проводили, так и ведем обучение. Мы будем его проводить. Но через год после решения аккредитации, а у нас приостановка была ровно год назад, у нас уже год прошел, мы планируем и будем делать все, чтобы пройти повторную аккредитацию. В Бурятском государственном университете информацию о массовом переводе пока также не подтвердили. Во-первых, сейчас сложно сказать, потому что у нас, во-первых, приемная кампания не закончилась. Во-вторых, будет еще до осени прием документов любых желающих, не только, например, действующих студентов. Будет понятно, примерно где-то в сентябре человек присутствовал, кто из них, например, условно говоря, если захотели из БГСХ перейти в БГУ. Никто не отрицает, что некоторые студенты выпускного курса академии сдали государственные экзамены и получили дипломы в БГУ. Однако массовый побег пока не подтверждает ни один источник. Если вы студент или родственник студента сельхозакадемии, мы готовы выслушать вашу точку зрения. Обращайтесь в офис телеканала. Галина Соболева, Юрий Шебаганов, Первая альтернативная. 23 июля закончился срок подачи документов для выдвижения в кандидаты на выборы в Государственную Думу Российской Федерации, которые пройдут 18 сентября этого года, по 9-му одномандатному округу, это округ Бурятии именно, зарегистрировано, согласно сайту избиркома, 8 кандидатур. И сегодня с нашим гостем в студии мы обсуждаем эти 8 кандидатур. В гостях у нас общественный деятель, генеральный директор газеты Улан-Удэ, Батадалай Багдаев. Добрый день, Бато. Здравствуйте. Список ты наверняка уже видел, кто для тебя там в этом списке ожидаем, чье появление ожидаемо для тебя, чье не очень, что можешь сказать об остальных кандидатах? Вообще, когда анализируешь этот список из 8 кандидатов, там есть только один настоящий мужчина. Остальные, можно сказать, политические тряпки. Этого настоящего мужчину называют, зовут Оксана Буховцева. Вот все, что могу сказать. Коротко пройдемся по списку. Там сейчас, на сегодняшний день, Алдар Дамдинов, Михаил Слепенчук, из известных, также из ожидаемых, для меня лично, Баир Циренов, Сергей Дорош, Оксана Буховцева и далее Дмитрий Калмаков, Бояр Циденов и Михаил Косарев. О последних трех, что ты можешь сказать, что это за люди, откуда они, если ты знаешь, конечно. Ну, а Козарев, он вообще из другого региона, но что касается, значит, Циденова, это известный в Закаменском районе Молон Бакша, его в свое время пытались завербовать в КПРФ, называли, значит, ламой, нет, коммунистом в Архимжо, но, к сожалению, он сделал свою ставку на политическое будущее в партии Гражданской платформы. Что касается Дороша, то это кандидат-спойлер, кариатура Михаила Степенчука, который должен выполнить свою определенную роль, возможно, торпедировать других кандидатов. Кто еще будет между собой друг к другу, по отношению друг к другу, кандидатами-спойлерами в этом списке? Ну, таких явных спойлеров нету, другое дело, что борьба-то развернется между властью и деньгами. Власть олицетворяет на сегодняшний день Алдар Дамдинов, министр образования, деньги и, соответственно, олигарх Михаил Слепенчук. Вот у каждого у них, конечно, своя задача, но другое дело, охарактеризовать-то, что касается характеристики Алдара Дамдинова, я считаю, что вот он и есть олицетворение сегодняшнего состояния единой России. Безвольное, бесхребетное, безинициативное, какой-то аморфное образование. Что касается Михаила Слепенчука, то да, надо отдать ему должное, то и настойчивость, с которой он стремится, достижение своей политической цели. Ну, с единой Россией у него не получилось, но сделал ставку на партию Рост. Ну, дай Бог ему удачи. Ты говоришь, что основная борьба развернется между властью и деньгами. Власть какими методами будет добиваться победы? Последний праймерис показал, что будет добиваться самыми бессовестными методами. То есть, по сравнению с предыдущими выборами любых уровней, ничего особо не изменится. Но она не умеет по-другому работать власть, к сожалению. Не умеет воспитывать людей, что ли, призывать к нравственности, к честности. У нас вообще понятия чести во власти отсутствуют. Как ты думаешь, почему нет ни одного самого движенца в этом списке? Все они так или иначе идут от каких-то партий. Это иллюстрация того, что все разговоры о либерализации власти, они отлукавы. К сожалению, либерализации не произошло. Болотное провалилось. Вот так называемое, значит, изменение избирательного законодательства и его демократизации не произошло. И отсутствие одномандатников, самых движенцев, это красноречивая иллюстрация этого факта. Для тех, кто не знает, что нужно сделать человеку, который хочет сам себя выдвинуть, так называемый самовыдвиженец, чтобы попасть, хотя бы подать документы. Что ему нужно сделать? Почему мы говорим о том, что либерализации никакой не произошло? Вообще, я два года назад выдвигался на городской совет и по своему печальному опыту говорил, лучше держаться в стороне и не связываться, если вы не хотите пройти через ад. Почему? Ну, поскольку этот механизм преодолеть практически простому, честному и порядочному человеку невозможно. Те препятствия, где избирательная комиссия придирается к любой запятой для того, чтобы снять и, вернее, не допустить тебя к до выбора. Спасибо, Батос, за твое мнение. Полностью о списке кандидатов, кто и что из себя представляет, вы можете смотреть в программе «Актуальная тема» на канале АТВ, а мы движемся дальше. О происшествиях минувших суток расскажет мой коллега Будамон Хоев. В петле в Баунтовском районе 13-летний подросток после ссоры с матерью покончил с собой. Причиной конфликта стал щенок, за которым юноша должен был убрать, но не сделал этого. Разозлившись, мать отчитала сына, на что тот обиделся и вышел. Обеспокоенная женщина пошла за сыном и обнаружила, что баня заперта изнутри. Выбив окно, она проникла внутрь и увидела сына в петле. Ребенка спасти не удалось. Сразу трое. За день в Лаунде утонули сразу три человека. В районе СНТ учитель погиб 16-летний подросток. Юноша вместе с другом купался в Селенгей, не смог выбраться из воды и утонул. В протоке Забока, вблизи СНТ Ранет, утонул 52-летний мужчина. Ведутся поиски тела. В районе речного порта по улице Водопроводной обнаружен труп 36-летней женщины. На теле погибшей обнаружены драгоценные украшения. Любители спорта. В Лаунде из магазина по улице Гагарина пара украла спортивный костюм. Пока девушка отвлекала продавца, мужчина похитил спортивный костюм за 5 тысяч рублей. По горячим следам злоумышленники были задержаны. Ими оказались 32-летняя, ранее судимая, неработающая женщина и ее спутник 25-летний несудимый грузчик. Коротко о других событиях. Нет денег на регионы. Министерство финансов России в 2017 году планирует снизить межбюджетные трансферты регионам на 15,5%. Недостаток доходов придется компенсировать займами, однако занимать разрешат не всем. Бурятия грозит сокращение поступлений почти в два раза, но республика пока может претендовать на кредиты. Отметим, что в число самых неблагонадежных в финансовом плане субъектов в Бурятия не попадает. На кладбище по записи. В России может появиться электронная запись на кладбище. Пилотный проект Минстроя сайт «Похоронное дело» запустится уже в следующем году в нескольких регионах. На сайте можно будет оставить онлайн-заявку для места будущего захоронения. Для этого необходимо будет авторизоваться через портал Госуслуг. Порядок подачи заявки и критерии выбора места захоронения пока не определены. Михаил Асташов, скорее всего, не поедет на Паралимпиаду в Рио. Напомним, что на чемпионате мира по паро-триатлону в Голландии, Михаил Асташов занял второе место в открытом старте, обойдя спортсмена из Мексики. Однако, чтобы отобраться в Рио, ему необходимо получить классификацию на первенстве мира. Как сообщает сам Михаил Асташов, он не допущен из-за отсутствия мирового рейтинга. Работа не волк. Общественный труд, как дополнительная социальная поддержка безработных и ищущих работу. В Бурятии программа правительства об организации общественных работ набирает популярность среди временно неработающих граждан. Подробности далее. Каждый трудящийся житель Бурятии, да и всей страны, рано или поздно может столкнуться с такой проблемой, как потеря рабочего места. Многие в панике начинают сами искать хоть какую-то возможность заработать, а кто-то сразу идет в центры занятости, чтобы встать на учет. И правильно делают. Ведь органы службы занятости не только помогут найти подходящую вакансию, но даже предложат на время поиска заняться общественно полезным делом. Это такие виды, как благоустройство, озеленение, ремонт памятников, уборка свалок, ограждения. После зимы начинаются основные работы. Май, июнь, июль основные работы. И затем с сентября месяца, когда начинаются осенние работы. А так в течение всего года общественные работы. Общественные работы, по словам специалистов, это в первую очередь трудовая деятельность, которая не дает безработным гражданам растерять имеющиеся трудовые навыки, приобрести новые, а также получить дополнительную материальную поддержку. Кроме пособия по безработице, они получают заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда от работодателя, у которого выполняют общественные работы и материальную помощь от службы занятости. Более того, с каждым таким работником заключается срочный трудовой договор, соответствующий записью в трудовой книжке. Мне нравится, почему нет, на воздухе общение с людьми больше, опознаешь более-менее новую профессию, видишь, по-моему, что еще пригодится в дальнейшей жизни. Только в Заиграевском районе с начала года обратилась служба занятости 656 человек. Из них 199 пожелали принять участие в общественных работах, но с каждым годом желающих становится все больше. Нам надо быть готовыми дать людям новую работу, и если понадобится, переобучить их за счет средств государства. Республике нужна комплексная программа поддержки занятости населения. Только за первые полугодия 2016 года в Республике Бурятия приняли участие в оплачиваемых общественных работах 1553 человека. Напомним, право на участие в таких работах имеют только граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска работы и в качестве безработных граждан. Участие в них допускается только с добровольного согласия гражданина и в соответствии с нормами трудового законодательства. Ваше удостоверение, лодочник. Сегодня любители маломерных судов сдавали экзамен на право управления маломерными судами. Подробнее расскажет наш корреспондент Будам Мунхоев. Без прав далеко не уплывешь. Любители покататься на гидроциклах и на лодках с моторами уже сдали теорию. Сегодня им предстоит практическая часть экзамена. Теория себя включает сдачу тестов на гидроцикл. Получается 8 вопросов и на управление моторным судом 10 вопросов. После успешной сдачи теории граждане допустаются на практическую часть. Все как на дороге. Лодочников проверяют на уровень водительского мастерства. Из буйков сооружают своеобразный аналог змейки. А тот, что отмечен синим цветом, своего рода утопающий, которому нужно прийти на помощь. А что касается лодочников с веслами, подобные экзамены для них не обязательны. Если гражданин управляет маломерным судном с мощностью двигателя до 10 лошадиных сил или же на грибном маломерном судне, ему тогда нет необходимости удостоверение судоводителя с собой иметь. Однако, этот гражданин, который управляет грибным судном, должен быть трезвым, должен быть одетым в спасательный жилет и он должен свое судно перед выходом в плавание проверять на техническое состояние. Водители маломерных судов признаются, что есть свои нюансы. Однако, на деле, путешествия по дельтам рек мало чем отличаются от вождения автомобиля. И экзамены по правам тут ровно такие же, как и в ГИБДД. Сложности есть, соответственно, знаки тут совсем другие. И названия интересные, которые в жизни не встречаются фактически. Названия судов. Ну, а так, все то же самое фактически. В основном, права на моторные лодки и гидроциклы сдают для себя. Сегодня желающих получить удостоверение было 13. Будам Мунхоев, Александр Лупсанов, первая альтернативная. Вся Россия в Бурятии. В Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования по стрельбе из лука стрелы Байкала. В столицу республики съедутся самые меткие стрелки 12 регионов, среди которых Тыва, Москва, Ярославль и Новосибирск. Этот турнир у нас зарекомендовал как один из сильнейших турниров не только в Российской Федерации, но и за рубежом. Я думаю, что этот турнир дает право выступать на самых-самых крупных международных турнирах. Именно здесь берет свое начало наши молодые спортсмены. Ну и мы можем с уверенностью сказать, что этот турнир у нас как бы начало нового уже олимпийского цикла. 29-й у нас стреляет длинной дистанцией 90 метров, 70 метров. Утром начинают мужчины, это с 10 до 13.00. И после них парад открытия, после парада открытия у нас начинают стрелять женщины. Женщины стреляют 70 метров и 60 метров. Это по 29 июля. По 30 июля у нас начинают короткие дистанции. Это короткие дистанции подразумевают 50 метров и 30 метров. С утра с 10 до обеда также мужчины и после обеда начинают стрелять женщины. Соревнования пройдут на Центральном Республиканском стадионе с 28 по 31 июля. Парад открытия состоится 29 июля в 13.00. Мы продолжаем задавать ваши вопросы известным людям Республики. В эфире канала на них уже отвечали художественный руководитель Русского драматического театра Сергей Левицкий, известный бизнесмен Денис Горваем, фотограф Марк Агнор. А совсем скоро вы увидите новую серию. На этот раз героем передачи станет молодая амбициозная коммунистка Ксения Плеханова. Дорогие друзья, телеканал АТВ пригласил меня на передачу «Семь вопросов». Семь самых интересных вопросов, которые вы мне зададите, прозвучат в эфире и на которые я должна буду отвечать честно. Напоминаю, в этой программе вы становитесь ее соавтором и насколько интервью будет интересным зависит от вас. Вопросы можно задавать в наших группах ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме и, конечно же, анонимно на сайте baikaldefisatv.ru Вопросы принимаются до 22.00 28.00 июля. На этом у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч. В Абсолюте Сок Голд 950 мл в ассортименте по суперцене 24.99 Абсолют гарант низких цен. Сок Голд Сок Голд Сок Голд Сок Голд Сок Голд Сок Голд